Дайджест недвижимости Напомню, госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в 2015 году. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое обеспечивает ее финансирование, к началу этого года в банки поступило свыше 20 тысяч заявок от нуждающихся. Помощь получили более 10 тысяч заемщиков. Еще 3,5 тысячи человек находятся в листе ожидания. Формально эта программа доступна и для тех, кто брал кредиты на жилье в валюте. Однако эксперты отмечают, что многие не могут вписаться в ее жесткие требования. Валютные ипотечники добиваются помощи от государства уже более двух лет. С конца 2014 года, когда рубль резко пошел вниз, и ежемесячные платежи заемщиков выросли в два раза. Однако пока им приходится договариваться с банками о реструктуризации своих кредитов в индивидуальном порядке. Дайджест недвижимости. Более 2,5 тысяч кировских многодетных семей получили бесплатные участки для строительства жилья. Об этом сообщает Пресс-служба администрации города. По подсчетам Департамента муниципальной собственности, с мая 2012 года, когда программа начала действовать, и до декабря прошлого года в мэрию поступило почти 5 тысяч заявлений о предоставлении в собственность земельного участка. За 4,5 года сформировано 2453 участка для использования под индивидуальное жилищное строительство, 265 участков для ведения личного подсобного хозяйства и 10 участков для ведения дачного хозяйства. Напомню, право на бесплатный участок имеют семьи, в которых 3 и более ребенка в возрасте до 18 лет. С заявлением на предоставление земли они могут обратиться в любой многофункциональный центр. Городские власти не разрешили строительство магазина рядом с микрорайоном Озерки. Один или два объекта для торговли продуктами и товарами народного потребления собирался возвести по адресу Павла Корчагина, 225, предприниматель Константин Конышев. Проект прошел процедуру публичных слушаний, но в итоге получил отказ. Соответствующее постановление от 6 марта опубликовано на официальном сайте мэрии Кирова. Как говорится в документе, градостроительный регламент запрещает размещение объектов торговли в зоне развития производственно-коммунальных объектов. Также заявитель не учел планов на расширение улицы Павла Корчагина и того, что на указанном земельном участке отсутствует возможность подключения канализации. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.